В работе сегодняшнего брифинга принимают участие депутаты, я назову слева направо, депутат Глор Гибанидзе, депутат Гамахария, депутат Месхе, депутат Зонтария, депутат Лагоба и депутат Барганч. Тема нашего сегодняшнего брифинга будет состояние общественно-политической обстановки в республике. Вы помните, на пресс-конференции, которая была на прошлой неделе, мы говорили, что пресс-служба Верховного Совета планирует проводить брифинги не реже одного-двух раз в месяц. Вот это, значит, первый наш брифинг, который мы идем по новому уже правилу. Значит, перед тем, как предоставить слово депутатам, я, значит, хотел бы сделать небольшое информационное такое объявление о том, в тех событиях, которые были, значит, на прошлой неделе, ну, имеется в виду те люди, которые приезжали. Вы знаете, что на прошлой неделе приезжали трое представителей СБСЕ. Они, я могу засчитать их фамилии, в их составе были, значит, Эрик Гарримотц, представитель Союза Европы из Страсбурга, Комрад Брух, представитель Западного Европейского Союза из Лондона, и Милош Гонор, это советник посольства ЧСФР в городе Москва. Вот, во время работы этой группы они показали свою большую осведомленность в проблемах Абхазии, вот, выслушали стороны, встречались с депутатскими группами, встречались с общественностью, вот, они приехали к нам на один день, приехали из Билиси, и в тот же день вечером мы улетели обратно, вот, а материалы они собирали для доклада, который будет заслушан на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, этот доклад будет заслушан летом, вот, в июне месяце. Вот, кроме того, на прошлой неделе, я просто, почему заостряю на это внимание, значит, потому что на прошлой пресс-конференции был поднят этот вопрос, представитель Верховного Совета принимал заместителя председателя Госсовета по национальным вопросам Кавсадзе Александра Ираклевича, и заместителем министра внутренних дел Грузии Салариза Давида Вахтанговича. Ну, в ходе беседы, которая состоялась в Верховном Совете, им было заявлено, что седминишняя ситуация в МВД, ссылки на необходимость приказа по министерству Грузии и так далее, значит, рассматривается как нарушение Конституции Абхазии, в частности, пункт, статьи 93 пункта 17-го, вот, вот, кроме того, были поставлены другие вопросы, интересующие, ну, касающиеся взаимоотношений между Абхазией и Грузией, в частности, было подчеркнуто то, что о решении Госсовета Грузии, о признании не имеющим юридической силы проекта закона о земле, который был опубликован у нас в прессе, и об отмене, об аннулировании решения Совета, постановления Совета Министров, которое выделяло из решения сессии Верховного Совета о защите экономического савиатета и перевода предприятий, расположенных на территории Абхазии под ее дикцию республики. Ну, надо сказать, что, значит, само постановление мы не получали из Билиси, мы стали, оно стало известно только через прессы, через материал, опубликованный в газете, вот, и в связи с тем им было указано, что данное принятие постановления, оно нарушает Конституцию, статью 11 Конституции Абхазии, это когда касалось решения Совмина, оно признавать или не признавать проект, и так не имеющий юридической силы до его принятия, признавать его не имеющими юридической силы, но, в принципе, раз решение такое принято, им лучше развиваться. Вот, в ходе беседы также было подчеркнуто, что, значит, данное решение рассматривается как попытка продолжения политики, выкрученная рук, продолжение политики диктата, вот, по принятию решений. Ну, вместе с тем были найдены общие точки, были найдены общие задачи и пути дальнейшего решения, и, в частности, было подчеркнуто о том, что, значит, необходимо возобновить работу экспертных групп. Вы знаете, что в Абхазии некоторое время назад работала группа Алексидзе, вот, тогда группы разошлись с тем, что экспертные группы разошлись с тем, что они будут готовить предложения для дальнейшей встречи, и вот на этой встрече Владислав Гуглович Артезен попросил не откладывать приезд этой группы на более поздний срок. Вот, в принципе, те основные моменты, которые я хотел осветить перед работой нашего брифинга, а теперь, если у вас есть вопросы к депутатам, пожалуйста. У меня большая просьба, перед тем, как я вам дам слово, у меня большая просьба, значит, ко всем корреспондентам, работающим в зад, задавать только один вопрос, и задавать только вопрос, а не обыскновывать и не продвижировать. У вас есть возможность высказывать о ваших средствах в свою точку зрения, поэтому здесь мы просим задавать только вопросы. Пожалуйста. Кажется Сокар-Соу, теперь у меня червашицы. Я вопрос господину Зонтария. Связаны ли, если связаны, то как визиты Алексидзе с возникновением напряжения в абхазском парламенте? Связаны ли, если связаны, то как визиты Алексидзе с возникновением напряжения в абхазском парламенте? Понятно. Я считаю, что приезд Аликсидзе, телегации во главе с Аликсидзе в Абхазию, он не случайен. Во-первых, разговоры о том, что на таком уровне надо встретиться, шли давно. Я не думаю, что в один прекрасный момент родилась такая идея, если помните, и в парламенте возникали такие мысли, и на согласительной комиссии, по-моему, на встречах представителей Абхазской и Грузинской депутации еще возникали эти мысли. И, естественно, разговор о том, что надо выработать определенную модель взаимоотношений между Республикой Абхазии и Республикой Грузии. И на договорных ли началах будут строиться взаимоотношения двух республик и прочее. Эти разговоры зреют давно, и я не хотел бы связывать этот приезд исключительно с каким-то отдельным событием или каким-то фактом. Это давно назревший вопрос, и, в общем-то, вопрос такой, мне кажется, очень важный. Мы должны договариваться, мы должны садиться за стол переговоров. И вы это прекрасно помните, что и публично об этом писалось, и вопрос на высоком уровне, в общем, решался. Так что не думаю, чтобы это было связано с каким-то нагнетанием напряженности или в межнациональных отношениях. Я хотел бы дополнить. Я тоже хочу дополнить. Я хотел бы сказать о том, что существует просто элементарная этика, когда приезжает представитель Госсовета, его встречает представитель МВД Абхазии, целый день, по сути дела, проводит с ним, и потом же его же провожают, те же люди в Тбилиси, и целый день они проводят за стенами парламента Абхазии, не встречаются с той делегацией, к которой они приехали на переговоры, и более того, на второй день, по сути дела, ничего не предлагают и говорят, что мы ждем, что предложите вы. Это не разговор, это была просто какая-то разведка, и на мой взгляд, конечно, этот визит он внес напряженность в Абхазию, на мой взгляд. И я считаю, что, по сути дела, одни и те же люди приезжают и пытаются говорить с руководством Абхазии. Тот же Алексидзе, он приезжал в период Гамсахурдия, сейчас приезжает опять, он и приезжает опять-таки с прежней командой. То есть, по сути дела, в Тбилиси, если так разобраться, на деле ничего серьезного не происходит в отношениях с Абхазией. Я думаю, что, конечно, определенное какое-то напряжение эта делегация, она внесла, тем более высказывания по тбилисскому телевидению того же Алексидзе. Они взбудоражили, можно сказать, общество, потому что не ожидали, что будет вот такая негативная оценка всего. Хотя во многом, я считаю, во многом в этом вина самой делегации возглавляемой Алексидзе, что она ничего радикального, она не предложила, вообще никаких предложений не было. Я вполне согласен с тем, что сказал дорогой Володя Зонтальев, что вопрос приезда делегации из Тбилиси и его необходимость существовало давно. Но такой вопрос не расставился на согласительных омиссиях. Многие вопросы, которые обсуждались здесь, часто заходили в тупик. И многие, в частности, конституционные вопросы и так далее требовали, чтобы они решались с учетом требований как Конституции Абхазии, так и Конституции Грузии. И без учета вот этих положений Конституции Грузии и взгляда центра, будем в данном случае так говорить, на те проблемы, которые волновали нас здесь в парламенте, да и всю общественность в Абхазии, должны были, эти проблемы должны были в известной мере быть согласованы с центром. Она назревала. Мы высказывали об этом свое отношение к этому вопросу о приезде этих товарищей. Правда, мы не знали, Алексей здесь приедет или другой приедет. Но это было с пониманием, встречалось с абхазской стороной. И такой приезд, наконец, состоялся, правда, с большим опозданием. Теперь, что касается вопроса протокольной части, кто должен встречать такую, допустим, депутацию, будем так называть, из Тбилиси, это должно быть, поскольку нам известно, это было согласовано не на уровне депутации, на уровне руководства парламента. И вот как встречать, кто ее будет встречать и кто будет провожать, это, конечно, должно было быть согласовано. Что касается участия в этом господина Ломинадзе, я не могу и факта отрицать, но в этом особенного криминального не нахожу особо ничего. Вот если бы все эти моменты были бы учтены, тогда, может быть, вот этого разговора сегодня не было. Теперь внесли какое-то напряжение их приезд в ситуацию в Абхазии? Наверное, нет. Нет, разговор, правда, я, разговор с членами президиума, мы не присутствовали, я присутствовал на беседе с этой делегацией в числе других депутатов и так далее. Все те же вопросы, те же проблемы, которые нас волнуют, нас интересуют и так далее, те же затрагивались. Если они по какой-то мере нам помогут в дальнейшем, то, наверное, их приезд будет оправдан. Поэтому особые страсти разжигать вокруг этого их приезда и так далее, наверное, бы не стоило. Можно добавить, да? Да, да. Вы, наверное, знаете, постановление, которое принимали сверховные решения, как Грузия, так и Абхазия, о создании комиссии по разгорчению полномочий. К сожалению, нефт Билиси и Несухумы в этом направлении ничего не делают. Эти комиссии не созданы, они не работают. Так что приезд, Алексей, я думаю, что все-таки можно считать как одним еще раз шагом, значит, как-нибудь ускорить этот процесс. К сожалению, тут справедливо было отмечено, что с Билисой новых предложений не последовало, но мы признаемся, что и мы ничего не дадим. Мы тоже ничего не предложили. Так что все-таки контакты, я считаю, любые контакты и чем они, их будет больше, лучше для общего дела будут. Да, буквально два слова я хотел бы к этому добавить. Это связано с тем, что Батону НАПО заявил о том, что вряд ли приезд делегации во главе с Алексеем мог внести какую-то напряженность. Я бы сказал, что после таких огульных обвинений в сепаратизме, которые прозвучали из уст членов делегации, когда они выступали по грузинскому телевидению, это как раз способствовало тому, чтобы дестабилизировать Абхазию в обстановку. И мне кажется, комиссия поторопилась просто-напросто с выводами. Это был первый раунд переговоров, первая встреча, и тут же стали выносить оценки, и как бы заранее пытались обречь на неудачу все эти переговоры. Мне кажется, они как раз способствовали разжиганию страстей. Это вызвало разные какие-то толкования среди нашей общественности. Я просто два слова. Я не претендую на последнюю инстанцию одну, я, может быть, но во всяком случае, проблем было много, проблем было много, проблем было много, и, может быть, я, допустим, частично разделяю, допустим, мнение моего дорогого друга Володи Зандария, но во всяком случае, надо смотреть в корень вопроса, корень дела. Если какие-то, допустим, были критические замечания, допустим, вы должны признать, что у нас, если все было бы гладко и все было бы здесь нормально, тогда и приезда не понадобилось. Поэтому, если какие-то были точки зрения на этот счет, то нам не надо, видимо, это понимать вот так болезненно, и надо это встретить рассудком, и поэтому особо в этот вопрос внедряться, видимо, не стоит. Если можно, задаем одному депутату, пусть отвечает один депутат. Это же пресс-конференция, а не дискуссия. Нет завтра. У нас в практике проведения пресс-конференции известно, что каждый имеет право дополнять этого. Надо ли нужно, чтобы даже пресс-конференции... Люди участвуют в пресс-конференции, вы встречаетесь с ним. Мы приходим к консенсусу, когда мы снимаем вопросы, тем более это... Всем хочется, всем желательно задать вопросы. Да, пожалуйста, мы будем, мы принимаем вопросы. У меня вопрос к депутату Лорки Панидзе. Часто мы слышим, это, наверное, так оно и есть, что вы защищаете интересы грузинского населения Абхазии. Представляете интересы. Я хотел бы, чтобы вы сформулировали конкретно эти интересы в политическом, социально-экономическом, в национальном аспекте. В чем они входят в противоречие с интересами других наций, населяющих Абхазию? И в чем они ущемляются, если они ущемляются вообще? Я никогда не выступал в защите грамотных интересов только грузин, полагающих сырами равноправно, независимо от национальной принадлежности и панели возможностей, надо соблюдать эти нормы. А что касается концепции, то она, я думаю, без конференции, я вряд ли он не стил с собой. Думаю, что все народы наградны и для всех условия должны быть равны. Для всех. Руслан Хаши, Абхазская телекомпания. У меня вопрос к депутатам Барбянча и Гамахаря. В субботнем номере опубликовано заявление грузинской части депутации, которые подписывают от имени депутации члены президиума. Где требуется отмена постановления Верховного Совета, назначение председателя Совмин, а также и назначение исполняющих обязанностей министра. И в конце, если эти требования будут выполнены, в виной ситуации оставляем за собой право снять с себя ответственность за возможные последствия. Помимо вот этих заявлений на уровне депутатского корпуса, депутатской фракции, ведется ли какая-либо работа, чтобы снять вот эту напряженность, которая существует сегодня вокруг этих вопросов? Спасибо. А кто из вас первые ответит? Первого назвали, видимо, я. Я должен сказать, что, конечно, такая работа ведется, но, на мой взгляд, недостаточно интенсивно. Потому что проблемы, которые возникли, все-таки надо снимать, и надо использовать все средства и все возможности. И, может быть, даже наша сегодняшняя совместная уже пресс-конференция тоже какой-то шаг в этом направлении. Надо окончательно прояснить позиции. А они, на мой взгляд, состоят в следующем. Есть вещи, которые достались нам от старой системы. Конституция Абхазии есть отросток Конституции Советского Союза. Не слышно, да? То есть ее нельзя вообще рассматривать в отрыве от той системы, в которой мы все существовали. И Конституция Грузинская ССР была такой по отношению к Союзной Конституции, и, соответственно, Конституция Абхазской ССР по отношению к Конституции Грузинской ССР. Теперь у нас получилось так, что вся эта верхняя пирамида разрушена, а вот нижняя часть, та, что касается Абхазии, она как бы законсервирована, и, к сожалению, грузинская депутация делает все, чтобы здесь ничего не трогать, сохранить статус-кво, в то время как жизнь идет вперед, и возникают задачи, которые мы не можем не решать. У нас иногда возникали такие вопросы. Вот возьмем, например, такую вещь, как назначение членов правительства. По нашей Конституции правительство назначается по представлению председателя Совета Министров. Казалось бы, что тут плохого, но мы забываем, что существовал еще обком партии. И эта формулировка, которая была там записана тогда, в те времена, в 78-м году, она была, так сказать, чисто формальной и правильной, может быть, какой-то даже смысл имела, если мы учтем ту ситуацию. Сегодня, значит, вакуум власти надо как-то заполнить. Обкома нет, партийных структур нет, но мы все знаем прекрасно, где находилась тогда власть, и мы все прекрасно знаем, что сейчас в Совете Министров гораздо больше реальной власти, чем в Верховном Совете. И вот этот процесс, когда происходит заполнение этого возникшего вакуума, воспринимается как узурпация, что вот там Верховный Совет, Президиум забирает все полномочия себе и так далее и тому подобное. Между тем, люди, которые получают должности в исполнительной власти, почему-то спокойно освобождаются от депутатского значка, и это как раз является вернейшим показателем, где находится реальная власть. Я не говорю, что здесь нет проблем, но тем не менее мы не можем оставаться в таком законсервированном виде. Рано или поздно эти конституционные вопросы встанут. Возьмем западную практику, когда президент или, скажем, глава законодательной власти, другой, скажем, при другой республиканской форме правления, он поручает какому-то лицу сформировать правительство. Это еще не пример министру. Вот когда он сформирует правительство и когда оно будет утверждено, он должен провести консультации с политическими партиями, выяснить все позиции, определиться по лицам, персонально и так далее, представить это. Представить это тому, кто поручил это сделать, и после этого только происходит назначение. В нашем случае, если мы будем соблюдать букву, вот буквально того, что там записано, мы неизбежно будем попадать в такие ситуации, что бесконечно будем назначать это правительство. Бесконечно. И плюс еще одну вещь мы должны учитывать. Когда происходят вот такие крупные процессы, мы по существу что переживаем сейчас? Это гигантский, тектонический, можно сказать, сдвиг. Огромное количество людей, кто-то теряет должность, появляются новые лица, идет борьба старой элиты, новой элиты. И это не только у нас, это везде происходит. Естественно, всегда находится, понимаете, огромное количество недовольных людей. А один недовольный может поднять гораздо больше шума, чем 100 довольных. Это тоже реальность наша. И когда происходит такое количество кадровых изменений на назначение, мы уйти от этого никуда не можем. Но мы должны учитывать реальность ситуации. И здесь не всегда, а может быть даже и по большей части, не национальный вопрос всему причины, а просто я называю этот процесс так, что когда уходит кресло, высвобождается очень много энергии. Колоссальное количество. Как при расщеплении материалов, когда человек прирастает к нему, он уже больше не может не мыслить себя без него, и происходит выделение большого количества энергии. Мы видим сегодня, что напряженность идет со стороны властных структур, а не со стороны народа. Это принципиальная вещь. Не народ возмущен, а определенная достаточно большая группа, так назовем, государственных чиновников. И эти процессы надо различать. Вопрос был и ко мне, Алисор. Речь идет в данном случае о заявлении, которое было опубликовано от депутатов, и подписывали несколько членов президента. Я с удовольствием бы согласился с уважаемым Тауром, если какая-то работа, мне неизвестно просто, какая работа ведется. Если ведется, то это очень хорошо, но я очень сомневаюсь, что какая-то работа ведется для того, чтобы прийти к какому-то согласию с тем, чтобы дальше не обострять ситуацию. Говорили о недостаточной работе. Если чего-то делается, то я еще раз повторяю, это я не знаю, но насколько я информирован, мало что делается для того, чтобы дальше не углублять ту ситуацию, которую мы сегодня имеем. Я согласен полностью с тем, что у нас всегда будут противоречия, и об этом мы часто говорим, и насколько я помню, на прошлой пресс-конференции тоже шла об этом речь. У нас всегда будут противоречия до тех пор, пока у нас действительно не будет нормальной конституции, где окончательно все будет определено. И вот когда у нас будет конституция, нормальная конституция, которая удовлетворяет всех, естественно, мы будем все решать в рамках этой конституции, и у нас мало будет проблем возникать. Но без проблем даже жить невозможно, проблемы всегда будут, но вот они будут легко решаться, и решаться без этих противоречий, которые мы сегодня имеем, без той напряженности, которую мы сегодня имеем. Но я не могу согласиться с тем, что, значит, грузинская сторона против вот этой новой конституции, что мы за статус-кво. Я хочу напомнить о том, что как раз вот я являюсь автором вот предложения, самое первое предложение, как раз от меня именно последовало, что немедленно создать конституционную комиссию, выработать новую конституцию, иначе мы на каждом шагу, на каждом шагу при принятии любого закона, любого решения, мы всегда будем вступать в противоречие существующей конституции. А конституция, она хорошая или нехорошая, нравится или не нравится, ее нужно соблюдать. Без конституции жить просто-напросто невозможно. Вот поэтому мы настаивали с самого начала, с самого начала, и, значит, приступить вот к изменению конституции, хотя бы вот тех главных, значит, разделов, которые касаются, значит, полномочий, взаимоотношений и так далее и тому подобное. Так что это было именно наше предложение. Мы не за статус-кво, наоборот, за немедленное изменение этого статус-кво, но не таким путем, вот как это делает сегодня Верховный Совет. Что касается, вот здесь говорилось еще и о правительстве, о назначении правительства, о консультации с партиями, которые происходят обычно вот в нормальных странах, но как раз вот не мы нарушили вот этот принцип. У нас парламент, он не по политическим партиям разделен, а по национальностям, хотя за этими национальностями действительно стоят разные политические организации. И вот как раз без консультации, без согласования, именно односторонний вопрос был решен. И поэтому это одна из главных причин той напряженности, которую мы имеем. И, кстати говоря, здесь говорилось о приезде вот группы Алексидзе. Ну, мое отношение вообще к Госсовету и любой делегации этого Госсовета, это ясно, но в данном случае я к Алексидзе отношусь не как к члену Госсовета, а как к специалисту, как к правоведу, который и раньше, и сегодня, и, наверное, и в будущем, наверное, тоже будет заниматься этим вопросом. И как раз там напряженность, о которой Станислав говорил, о напряженности, действительно есть, она как раз была вызвана тем, вот этими назначениями, а не приездом. Вот как раз они приехали и им, значит, и сказали, что вот такое произошло, и абсолютно все политические силы, все политические организации, которые только здесь существуют, все протестовали, и так что вот напряженность именно отсюда исходит, отсюда исходит. Но вопрос был более конкретно задан, мы несколько так, другие вопросы затрагиваем, вот насчет заявления. Я считаю, уважаемый Руслан, что ведется недостаточная работа для того, чтобы, значит, снять те проблемы, о которых говорится в заявлении. Я хочу дополнить вас, если можно. Вы знаете, я хотел бы дополнить, вот, уважаемый Даур, вы знаете, вы сослались на парламент севильных стран, как это происходит за рубежом, как формируется правительство и так далее. Насчет севильности, я не знаю, хоть мы древний народ, но, наверное, мы сегодня не можем в этом зале об этом говорить, как это, если сопоставить, как там и как здесь, наверное, они в сравнении не идут. Да, мы знаем, что представитель Верховного Совета представляет кандидатуру первого лица в Совмине, но мы должны не забывать и о том, чтобы у нас была определенная договоренность, что парламент здесь мог бы работать и так далее, помимо тех положений, которые предусматривает Конституция, были приняты так называемый временный закон, где указано и что предусматривает, что одна часть, допустим, грузинская часть, грузинская фракция выдвигает кандидатуру предсовмина, и она должна была проходить как так, как проходила и кандидатуру наложиваться в Верховном Совете. Вот это условие было сорвано, она была нарушена. Теперь, по части того, как обычно должно было быть, если председатель Совета Министров назначается, то, как обычно, ему дается хотя бы определенные хотя бы дни несколько, чтобы он провел консультации, по каким критериям подбирать должностных лиц на руководящие позиции. Вот в этом, этот зал, который вы сейчас говорили, что вот был бюро и так далее, здесь я вижу секретари бюро обкома сидят и секретари райкомов, и они, наверное, со мной согласятся с тем, что даже на бюро обкома не происходило такое, которое произошло на днях в этом зале. Там прокручивались, изучались вопросы, какая кандидатура и так далее. Даже все, если будем говорить, в худшем варианте, те, ставили тот же стереотип, те же подходы к подбору и расстановке кадров, как и в швистуале. На наш взгляд, почему не принимается, допустим, и заявление этими продиктовано, почему не проявляется кандидатура и многие, я не затрагиваю должностных лиц, которые были назначены, допустим, абхазской или русскоязычной, вот грузинской, потому как было договорено, что грузинская депутация должна была их представлять, и это условие было нарушено. Теперь, коль скоро так это делается, тогда давайте договоримся так, пусть эти люди будут передовые, передовые гражданские позиции, пусть они будут наделены деловыми такими качествами, своей предшествующей жизнью зарекомендовали себя, как передали люди общества, которые неподвластны веяниям или чаяниям, групповым или клановым и другим. Хотя бы эти вопросы согласовывать с нами, я не согласен с вами, вопросы, что вот какая-то номенклатура, допустим, их не хочет, а вот народ их принимает, как раз наоборот, может быть, надо речь вести прямо, что здесь депутация, не согласна, депутация, основываясь на мнение общественности, не согласна, с таким подбором, келейным, кабинетным, когда группы или отдельные лица подбирают себе удобных и угодных, вот с этой позицией не согласны. Поэтому давайте будем, если диалог будем вести, вот я очень хочу так, чтобы не надо, чтобы с волной здоровой перекладывать, что ли, вот это самое, надо учитывать, потому что мы все здесь знаем, и сегодня нас народ слушает, народ видит, и так, давайте будем, вот, подход и вот это уже не приемлет наша сторона, поэтому мы не согласны с этим. Теперь по пункту заявления, здесь было сказано на той предконференции, хочу раз повторить для тех, которые не слышал, 17 пункт, и многими не был понят, почему 93-е стадо, 17-е было, какое, мол, нарушение. Да, так, на первый взгляд, как будто бы нет нарушения, но потому как председатель, допустим, Верховного Совета называет кандидатур на пост министров и председателя комитета и так далее, и так далее, но там заложен министром назначать Верховный Советский, но не исполняющих обязанностей и в нарушении 106, статьи, где указано, что этой должности назначается квалифицированным большинством, то есть двумя третями голосов. В данном случае, если вот мы договорились, не получили, груди сказать, депутация, допустим, как часто говорят, о покинула зал и еще другие, я не хочу сегодня об этом говорить, то в таком случае я, например, бы, я вот так поступил бы, приостановил бы этот вопрос, назначил, допустим, так, допустим, заранее председателя Совета Министров, а потом бы ввел бы диалог со стороной, который высказывается иначе по данному вопросу, пришел бы к какому-то консенсу, но не форсировал бы, не устраивал бы пара долей, какой-то марш министров здесь, вот тогда бы разговор был бы совсем другой, вот поэтому давайте, мы, значит, давайте будем говорить правду, правда одна, вот поэтому вы не извините, но это так. подшкорье газета «Свободная Грузия». У меня вопрос к депутату Месхе. Вас хорошо знают как врача, и для многих было удивительно то, что именно врача грузинская депутация рекомендовала в свое время на пост главы правительства Абхазии. Кое-кто даже полагает, что в случае отставки нынешнего председателя Совета Министров, если такое может иметь место, вы не прочь бы и сейчас согласиться на выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства? ну, вы знаете, насчет не прочь бы согласиться я не отвечу вам, а вот впрочем, вопрос не совсем деликатный, я прямо вам скажу, вот, конечно, для меня это был гром среди ясного неба, я к этому вопросу не был готов, когда это произошло, вот, а вот дальше события, как развернулись, что было, что за кадром стоит, это не так важно, но я одно скажу, что я нашел в себе силу, мужество, чтобы в свое время отвезти свою кандидатуру, если вот депутат Гамахари просит два слова, по-прежнему. Нет, я ничего не прошу, но... но все же этот вопрос наверное больше лучше вот было бы нам с Тимуром ответить на поставленный вопрос, чем самому Наполеону Месрия. Я хочу напомнить вам, уважаемые друзья, что когда вот эти выборы происходили, когда выборы происходили, тогда это не были вот строго партийными выборами, вот хотя там говорят, вот круглый стол, круглый стол и так далее, но такой блок, как круглый стол, не участвовал, как вы знаете, в голосовании, а те, которые вместе проходили по списку, там вообще была масса довольно такая пестрая, и от членов, начиная там членов круглого стола и кончая некоторыми бывшими даже партийными работниками, это был довольно такой широкий такой спектр, и после окончания выборов, после окончания выборов, когда уже встал вопрос о том, что необходимо выдвигать определенных людей на какие-то должности, вот выбор стал на пост председателя Совета Министров именно на Наполеона Месхия, значит, и почему, почему, если это, конечно, интересно для зала и для наших телезрителей, Наполеон Месхия очень хорошо известен в Абхазии не только как врач, не только как врач, а как организатор, как организатор, как очень сильный человек, и для нас имело еще очень важное значение, что он не был членом ни одной партии, не был членом ни одной партии, значит, мы учитывали то обстоятельство, что мы выдвигали председателя Совета министров не для грузин, а для всех национальностей, которые живут в Абхазии. Для нас было очень важно, чтобы на этом высоком посту был бы такой человек, у которого был бы одинаковый доступ и одинаковое отношение ко всем национальностям, проживающим в Абхазии. А есть люди, которые, ну, я не хочу сказать, что они какое-то преступление совершили, допустим, я имею в виду грузин в данном случае, против абхазского народа. Но вот были очень такие бурные события, в которых активно участвовали те иные личности, а вот поэтому они вызывали определенное недоверие со стороны того же абхазского народа. Мы здесь, честно говоря, больше исходили не только с грузинских интересов, а общие абхазских интересов. И вот как раз были такие личности, которым было определенное недоверие, поэтому мы вытянули именно такого человека, которому было бы наверное доверие со стороны всех национальностей, человек, который свободно мог прийти и принять человека любой национальности и говорить с ним на чистоту. Наполеон Мисхе по своему характеру человек, он прямой, прямой, он не разбирает кто в какой партии, кто в какой национальности, он очень честный, очень порядочный, очень справедливый. А что касается его специальности, я это специально подчеркиваю, он проявил себя не только как врач, но и как организатор. Так что нам казалось, что у него есть все качества как раз вот в наших, именно в наших условиях для того, чтобы занять пост председателя совета министров. Я хочу одно добавить. Все, я хочу добавить, вы понимаете, что хочу. Меня, конечно, коробит и смущает вопрос, когда речь идет о том, врач, не специалист и так далее. Просто хочу немножко, чтобы аудитория немножко так. Есть такой футбольный тренер Бильярдо или Вильярдо, пусть мне это симпатичный аргентинец, меня простит, но он, говорят, никогда по мячу не бил, но он выбил сборную Аргентины чемпиона мира. Так что, если когда Бильярдо будет, допустим, если появится такой Бильярдо в Абхазии, конечно, как Месси здесь, среди нас и нету, хоть я похожа моя фамилия на это слово, но я, как однажды сказал, я урядником не стал бы. А вот, если Бильярдо будет, можно и Посарелло появится, и Марадона появится Абханская и так далее. То есть, подходы разные могут быть этого вопроса, а я отвел, потому что ситуацию, наверное, сидящий здесь в зале знает, наверное, я правильно поступил. Спасибо. Хочу буквально одно слово. Вы извините, конечно, но я хочу коснуться вопроса выдвижения председателя Совета Министров. Вы помните, как проходила эта процедура, когда Ардзинба предложил кандидатуру за Ранди? Но мне непонятно, почему грузинская депутация не предложила своего кандидата. Она могла в данном случае, если такое уважение к уважаемому Наполеону Месхе, они могли бы предложить кандидатуру Наполеона Месхе. Тоже параллельно кандидатуру этого человека. И я серьезно говорю, я, например, голосовал бы за Наполеона Месхе. Да, они почему-то все это выслушали, когда Заранди начал выступать, депутация поднялась и ушла. Я удивил заявление моему коллеге, что кандидатура наполеска не была вытянута кандидата кандидата. вытянута Наверное, мой коллега знает, что это кандидата выдвигалось ставить этот вопрос и обсуждался он довольно долго, довольно долго. Так что, наверное, надо говорить то, что есть. Вопрос-то обсуждался, но на парламенте вы имели прямую возможность это сделать. Мы не хотели назвать человека ставить неудобное положение, когда у нас не было гарантия, что за него поголосовали. Она это сказала и открыто сказали. Более того, нам ставили согласие на другую кандидатуру, мы ее назвали и ее отвергли. у вас была возможность. Потом я очень извиняюсь, вот вчера еще на предыдущей пресс-конференции было заявлено одним из участников пресс-конференции, что нам дали гарантии, что кандидатура ламинации пройдет. Я не знаю, кто кому давал гарантии, но вы видели, что часть депутатов в Абхазских встала и ушла, демонстративно покинула зал. И ни о каких таких предварительных договоренностях нам многим не было известно. Я не думаю, что кто-то мог от имени депутации дать какие-то гарантии по поводу избрания председателя Совета Министров. Можно мне или не нужно здесь, я не знаю. Вот потому, что вопрос остается открытым. Вопрос остается открытым буквально два слова. Дорого Володя, такая договоренность была. Я на той пресс-конференции говорил об этом, что с председателем Верховного Совета, с господином Ардзимба, помимо меня, беседовали и депутаты по нашей просьбе Джавия и Гвадзабия. И было достигнуто договоренность, что значит, можно выделить кандидатуру. Потом, как все это было, сейчас уже, это уже, как говорится, история, но, во всяком случае, я тогда сказал и сегодня должен заявить, что вот как-то такое есть мнение, общественное мнение, и в общественности мусируется вопрос, как будто бы мы сорвали вот свою кандидатуру. я хочу с полной ответственностью заявить, что грузинская сторона не несет ответственность за срыв кандидатуры выдвинутой грузинской фракции депутатства. Это должно быть однозначно. Это правда и это должны принять все. А почему? Потому что случилось, другой вопрос. Абхазская телекомпания. У меня вопрос к господину Месхе, как депутату от Гальского района. Скажите, пожалуйста, как нам известно, на имя председателя Верховного Совета Абхазии поступили из Галии письма протеста по поводу назначения заранде председателем Совета Министра Абхазии. Скажите, пожалуйста, это мнение всего 70-тичного населения района или мнение определенных кругов и лиц? На этот счет я должен ответить. Во-первых, там поступило письмо собрания актива общественности Гальского района. И это письмо собрания представительства села Окумска Мигальского района. Вы понимаете, это всего общественности как вам сказать? Например, когда депутат Мессхе говорит, он выступает от имени его избирателей. Понимаете, когда говорим об активе района, когда присутствует 300 человек, надо полагать, что это мнение всего района. Потому что весь район около 100 тысяч район, из них, допустим, там активная такая часть, которая 50-60 тысяч не соберешь под одну крышу и не проведешь. Но однозначное мнение, что когда шла, апеллировала, что гагенатура Зарандия поддерживается, выдвигается Гальским районом, оно не соответствовало действительности. Вот это правда. Теперь то, что тут каждый может там тем более он уроженец села Окумска и от кого-то там группа лиц мог подписать, представить и так далее. Вот этот метод, наверное, я уже говорил о методе подбора кадровой расстановки и какие критерии должны быть и так далее. Я ни в коем случае не хочу затрагивать лично Зарандия и так далее. Хотя у меня есть что сказать, в чем мне не нравится и так далее. Но во всяком случае любой человек не должен когда в дом ходишь, то должен с калитки отозваться и так далее. Но с задних дверей даже в дом нельзя входить. Не признавая и не считая с мнением грузинской фракции депутации никто не это ни права не имеет и не имеет это в том числе и Зарандия. Так что реакция на то, когда было прозвучало, что это поддерживается всей общественной Гайской района, она не соответствует действительности и была адекватная реакция на это. А факты налицо. Больше? Я господин Угамахария. Кто дал санкцию на арест депутата Верховного Совета Грузия Нукзара Маладинашвили? И по какому обвинению он арестован? Был ли сделан депутатский запрос и был ли на него ответ? Я честно говоря не в курсе дела как все это произошло но я знаю что так называемая новая власть которая сегодня правит в Грузии вот она с первого же дня по-моему санкционировала была санкция этого прокурора так называемого на арест Маладинашвили значит его обвиняли если я не ошибаюсь в том что он как будто бы там питал пленных в бункере я не вот что-то такое я слышал так но я хочу здесь на на ваш вопрос я не в состоянии так сказать не имею полной информации чтобы ответить но сам факт конечно возмутительный это грубое нарушение там всякой законности это самый настоящий политически заключенный и наверное необходимо бороться за то чтобы освободили этого человека он долгое время значит скрывался находился он в Сухуме мы все видели что он был друзей своих так особенно активной какой работой не занимался ходил тихо никому не мешал арестовали его конечно по политическим соображениям по политическим соображениям это политический заключенный которого нужно немедленно освободить запрос запроса пока не было но мы когда будет наверное сессия или что кто-то наверное сделает запрос потому что его арестовали не в Тбилиси а здесь арестовали ну как передали вот передало тбилисское телевидение там вот с помощью Министерства внутренних дел Абхазии там и так далее не знаю что это за люди были и причем насколько нам известно там значит угрожали детей там чуть было не пристрелили маленькую девочку с автоматами забежали в дом и значит с нарушением всяких правил потому что здесь тоже какие-то правила существуют которые нужно соблюдать обязательно закон соблюдать надо даже при аресте человека но там ничего не соблюдался ордер был грузинское телевидение богатворье уважаемый Владислав Григорьевич часто повторяет что что не запрещает запрещено законом то разрешается но я думаю что закон не только запрещает а дает право разрешает а если значит законом не дано право и все же мы принимаем решение значит мы сами нарушаем закон из этого и так можно сказать что не разрешается законом то запрещается я мой вопрос так мой вопрос значит как объясните вот эту фразу уважаемого Владислава Григорьевича ну пока Барганки а потом Гурдинского этот принцип то что то что не запрещено разрешено у нас практическая жизнь и с некоторого времени уже реализуется это общеправовой принцип никакого отношения к личному мнению председателя Верховного Совета он не имеет я лично его тоже поддерживаю и считаю что если мы хотим построить правовое государство идем в этом направлении мы должны придерживаться именно этого принципа а не того принципа который заложен в Конституции 78 года здесь есть здесь есть определенное конечно расхождение но времена меняются жизнь меняется и мы по очень многим вопросам идем по этому принципу другой вопрос вопрос об отношении Конституции вот часто повторяется и в заявлении грузинской депутации говорится о том что парламент где принял такие законы которые оказывается надо было принимать двумя третями голосов я должен прямо и четко сказать это неправильно законы в парламенте принимаются простым большинством голосов все законы а поправки Конституции принимаются двумя третями теперь как быть в той ситуации когда принят закон но он противоречит какому-то пункту Конституции тогда возвращается Конституции ставят на голосование Конституционную поправку что наступает дальше допустим она не прошла означает ли это что закон не действует да нет ничего подобного Конституция это тоже закон Конституция есть один из законов только он называется основной закон то есть если какой-либо другой закон вступает в противоречие с Конституцией то действует то что записано в Конституции а не в том законе вот и все и на этом проблема решается не существует таких законодательных актов которые были бы абсолютно сбалансированы и в которых не было противоречий любые законы противоречат друг другу это естественно Но здесь дается определенный приоритет Это не наша проблема, это везде так было, везде так есть Везде были эти обвинения Это не Абхазия изобрела В свое время Горбачева там обвиняли в этом Я не знаю, в Грузии было то же самое Мы помнится как-то, когда обсуждали вопрос о названии У нас речь зашла о том, как проводились выборы в Грузии И там была такая формулировка, что закон о выборах И какое название там было дано То есть она существовала еще как Грузинская ССР А уже закон о выборах в Республике Грузии был И так далее То есть эти вещи Но у нас знаете еще, что происходит Вот, скажем, вы представляете, какой шум у нас здесь был бы Если в вопросе, скажем, о комитете государственной безопасности Мы сделали бы что-либо подобное без решения Госсовета Грузии Здесь бы нас обвинили в чем угодно Во всех смертных грехах У нас, я вам другое скажу Мы ставили вопрос о налоговой инспекции О том, что налоговая инспекция должна быть самостоятельной службой Не должна входить в состав Министерства финансов Тоже, так сказать, вовсю упирались и говорили, что нельзя этого делать и так далее А теперь я недавно прочитал то же самое в газете «Свободная Грузия» Такие намерения есть сделать в Грузии Понимаете, вот в такое неудобное положение иногда мы сами себя ставим Я и другое скажу А что если в Аджарии, допустим, уберут из названия слово «автономная» Тогда что скажут нам здесь депутаты? А такой вопрос тоже вполне реально может стать Понимаете, получается странная ситуация Мол, пускай все решают там Почему-то у нас хотят ответственность переложить на кого-то другого И еще то, что касается вопроса о том, что разрешено, что запрещено К сожалению, мы попали в такую ситуацию Мы, конечно, можем поставить вопрос о новой конституции Но сегодня мы это не можем сделать по той простой причине Что в этой конституции мы должны записать о своих взаимоотношениях с Грузией Либо мы должны составить конституцию независимого государства Либо мы должны составить конституцию такого государства, которое находится в каких-то взаимоотношениях Этот вопрос должен быть отрегулирован Если мы сейчас так поставим вопрос, не спросив Тбилиси То это тоже, естественно, не будет принято Значит, сегодня у нас единственный путь Мы можем старую конституцию как-то латать Это тоже не наш путь, это все прошли через это Везде это так было Мы идем даже с некоторым опозданием Можем опыт использовать чужой в этом отношении Станет вопрос, когда те вопросы главные будут отрегулированы Тогда и будем ставить вопрос о новой конституции А думать, что сейчас можно на конституцию независимого государства Можно сделать, по крайней мере, в сто раз лучше, чем сейчас в течение недели Элементарно Я не могу согласиться с той постановкой вопроса С такой постановкой вопроса, когда говорят, что вот, значит Все, что разрешено, все, что не запрещено, это разрешено Это ни в коем случае к конституции не относится, дорогие друзья Вы посмотрите, в конституции там много чего там не запрещено А если мы будем делать все, что там не запрещено этой конституции Тогда я не знаю, что у нас вообще может получиться Это абсолютно, к конституции никакого отношения не имеет Этот общеизвестный, там, общеправовой принцип, вот, как вы сказали Конституции это никакого отношения не имеет Это есть основной закон И все законы должны соответствовать именно этой конституции Когда принимается закон Принимается закон, который, ну, противоречит, что ли, конституции Значит, до принятия этого закона, как правило, вносят изменения в конституцию В конституцию, во всяком случае, до соответствующего изменения в конституции Такой закон действовать не может Вот сейчас здесь приводился пример Закон о выборах Грузинской ССР Вот, который был принят в августе 90-го года Этот закон, так как он противоречил конституции Его приняли, поэтому, двумя тридьями Двумя тридьями его принимали Так что, это пример не оправдания Я еще раз повторяю Вот таким подходом, значит, что Значит, все, что не запрещено конституцией Это все разрешено и можно все принимать Мы так далеко зайдем Что потом оттуда, значит, вырваться нам будет очень тяжело Вы обратите внимание, дорогие друзья Вот здесь руководители Верховного Совета Очень часто говорят Вот мы верны конституции Значит, мы будем действовать только по конституции А в другом случае, когда вот это не совсем выгодно Значит, ну какая там конституция, какого года А вот СССР нету там и так далее Вот такой подход к конституции И к основному закону привел нас К сегодняшнему состоянию Если это будет продолжаться, наверное, положение Я думаю, улучшаться не будет Ни в коем случае улучшаться не будет Я еще раз повторяю Что эта конституция, она несовершенная Нужно выработать обязательно новую Новую Но до тех пор, пока она у нас не будет Новая конституция Мы должны руководствоваться тем, что имеем Ну, я одну мысль чуть-чуть Хотел бы дополнить Буквально два слова Вот в связи с тем, что сейчас как раз сказал Уважаемый коллега Камахари Вот в последнее время Вы как из ваших уст сейчас прозвучала мысль Которая наводит на размышления Такого рода, что якобы Верховный Совет Абхазии Иногда занимает такую двойственную позицию И в угоду своим каким-то интересам Использует конституции так и сяк Мне кажется, что как раз Можно было бы с таким же упреком Обратиться именно к вам Потому что в свое время Мы помним еще в начале Когда парламент только начинал свою, значит, первую сессию Вы говорили о том, что Госсовет Это незаконный, неконституционный орган Или, как сейчас модно говорить, нелегитимный Ну вот, раз уж на нас обрушивают град обвинений В неконституционности, в незаконности Я вам просто хотел бы зачитать Несколько строк из газеты «Спектр» и «Берия» И «Берия-Спектр» И здесь, значит, предупреждение Так и называется вот публикация За подписью Джабу Ясилиани Первого заместителя председателя Госсовета Республики Грузия Все незаконные митинги будут разогнаны Кто окажет сопротивлением, получит пулю Вот вы часто нас отсылаете К именно к этому органу Который должен решить все Какие-то, значит, выдать рецепты А вот как этот Госсовет решает проблемы Мне кажется, именно против таких выступлений Против такого рода публикаций Надо бы почаще выступать Но ваши голоса что-то в последнее время сникли Уважаемые коллеги Мы помним, вы призывали принять документ Который осуждает действия хунты Но в последнее время вы все время ссылаетесь на то Что Госсовет должен дать какие-то рекомендации Как и какие законы нам здесь принимать Я бы просто хотел обратить ваше внимание на это Буквально одну минуточку, если можно Если можно Уважаемый, даете мне одно слово? Я очень хотел бы Сегодня мы начали очень неплохо И у нас разговор получается И я хотел бы, чтобы стороны, наверное, как возрасту Мне положено, как старичина Призвать всех, чтобы крайне особенное И все, что будет сопровождаться эмоцией Как-нибудь Да, чтобы это учесть Потому как раз мы призвали сегодня Чтобы после всего какого-то определенного У нас кризис есть А мы отрицать это не можем Кризис создался в парламенте И так далее И сегодня нам И заселаться на вот эту фразу Иосиф Ильяне И с тем, что мы Вот смотрим на Тбилиси И так далее Ведь речь не идет не об этом Речь идет о том Когда вопросы проходят у нас Обсуждаются и часто Являются по сути Конституционными И лекут за собой Конституционные поправки То они часто некомпетентно С первого Там чуть ли не на слух Обсуждаются Принимаются Где нужно Калифицированное большинство Силу различных обстоятельств Если разговор до вас Увел бы далеко И мы Только мы говорим Журналистам Возможно не даем Поэтому не хотел бы Углубляться вопрос Принимаем Простым Большинством И часто Вместо закона Обходными Какими-то путями Очень искусно Временными положениями И так далее Речь идет об этом Вы понимаете Поэтому Мы видимо должны Все-таки Руководствоваться Положениями И духом Конституции Это позиция Это требование Нашей фракции Депутатства Вот где мы с вами Не сходимся И нужно нам Как-нибудь Вот этого момента Принятого внимания Чтобы мы могли Нормально в парламенте Работать Спасибо Пожалуйста Газета Дедамит Музарки Расселец Меня беспокоит Судьба Нашего Сухумского Аэропорта Недавно У меня была Беседа С начальником Сухумского Авиатряда Хайндрава Который Сказал Что Да У него Да Вопрос Вам скажу Сейчас Суть вопроса Именно Объяснение В том Что 80 миллионов У него Ущерба Значит Там Испопорчена Аппаратура С помощью которой Взлет и посадка Самолетов Производится Этот вопрос Ставился Им Несколько раз Уже В некоторых Правоохранительных Органах И Связывает Вот этот Ушерб Он С внутренними Войсками Которые Подчинены Верховному Совету Какие Какие-нибудь Мероприятия Были Приняты Именно Верховным Советом Вам Депутат Отнести Наверное Совету По Координации Деятельности Воинских Частей Из Всех Депутатов Здесь Нет Ни Одного Из Членов Совета По Координации Деятельности Было бы Очень Хорошо Действительно Если аппаратура Взлета Посадки Выведенная Из строя По-моему Безопасность Пассажиров Очень Я хочу Несколько Слов Сказать Потому Что То Что Вы Говорите Сейчас Об Аппаратуре Что Якобы В аэропорту Сухумском И так Нет Говорит Хаендрава Но Где Был Хаендрава Раньше Там В январе Феврале В прошлом Году Вы Знаете Что Это Года Разворовывается Там Все Почему Сейчас Он Делает Такое Заявление Кстати Внутренние Войска Тогда Там Не Стояли Внутренние Войска Недавно Там Стоят А Аппаратуры Нет Уже Давно Об Это Знают Все Я думаю Хаендрава Тоже Знаю Но С Какой Цели Он Сейчас Даю Такую Информацию Непонятно Хотя В совете Министра Все Это Есть О Чем Вы Говорите Давно Уже Я хотел бы Спросить Представителей Как Грузинской Депутации О том Есть ли Какие Либо Контакты С Сегодняшней Властью Грузии Потому что Одни Говорят Обвиняют В том Что Наоборот Местная Грузинская Депутация Якобы Не идет На контакт С Великим Правительством Такие Надо Обвинения Другие Говорят Наоборот Что Они Дезавуируйте Так Или Что-то Скажите В таком Плане Насколько Плотные Контакты Есть ли Они Вообще С Сегодняшним Правительством Грузии Вот Кто-нибудь От вас Тибатана Одно Дело Вот Та Правовая Оценка Вот Которую Допустим Я Лично Даю Вот Отношусь Вот К этому Правительству Но Другое Дело Что Мы Естественно Признаем Что Это Фактическое Правительство И раз Вот Я Депутат А Есть Здесь Другие Депутаты Занимающие Руководящую Должность Они Хотят Или Не Хотят Они Просто Должны Общаться Иметь Иметь Какие-то Контакты Отношусь И Так Далее Но Это С вопросом Признания Или Непризнания Власти Не И Не И Могу Допустим Выступить На Митинги И Сказать Что Долой Хунту И Так Далее Что Я Не Так Редко Делаю Но Другое Дело Когда Это Фактическая Власть И Необходимо С ней Иметь Какие-то Отношения Насколько Правительству Преки В Адрес Верховного Совета Насчет Неконституционности Принимаем Их Решений Я Гамахарев Хозяин Ребят Правовые Комиссии Меня Включили Вот Здесь Когда Как раз Формировались Комиссии Но На Прошлой Пресс Конференции Здесь Вот Уважаемый Вахтанг Полбай Председатель Как раз Комиссии Он С фактами Вот Здесь Он Держал Конституцию Законы С другой Стороны И Он Как раз Сверял И Показывал Доказывал Что Вот Такие Законы Действительно Принимаются Действительно Принимаются Законы Которые Противоречат Конституции Принимаются Причем Они Простым Большинством Большинством Голосов Это Соответствие Действительности Я Об этом По-моему Полчаса Здесь Говорил Вахтанг Полбай Да Можно И Комплект Примеры Привести Хотя Возьмем Такую Сферу Верховный Совет На себя Берет Функции Чуть Не экономические Подчинять Себе Так Говорим Который Ничего Не Законодатель Я думаю Все Ясно Я прошу Прощения На эту Вещь Хочу Прореагировать Потому Что Я Все Так Экономики Имею Отношение А Пожалуйста Какое Отношение Экономическим Вопросом Почему Верховный Совет Занимается Так Что Когда Экономические Комиссии Допустим По Приватизации Внешно Экономические Почему Должны Починения Верховного Совета Сомнена Верховный Совет Вище Законодательный Орган И он Должен Заниматься Своими Делами Так Что Пример Тут Много Я Хочу Сказать Следующее Поэтому Вот Этот Вопрос Возникает Всегда Понимаете В чем Дело Есть Органы Которые Не только Нельзя Но и Вредно Вводить В состав Совета Министров Просто Вредно И Неправильно Это Такие Органы Как Центральный Банк И вообще Банковскую Систему Этого Нигде Нет Во всем Мире И к этому Пришли И в бывших Странах Советского Союза В итоге Что Банковская Система Не входит По Органам Приватизации Странам Скажем Восточноевропейским Давайте Будем Говорить Так Как Есть На самом Деле Нигде Там Такого Нет Органы Приватизации Не входит В состав Совета Министров Потому Что Возникает Странная Ситуация Предприятие Находится В ведении Министерств Приватизация Означает Что их У него Отнимают И вы Что Хотите Сказать Что Министр Отдаст Свои Предприятия Он Будет Препятствовать Приватизации Всеми Силами Не Потому Что Он Плохой Человек Не Поэтому А Потому Что Это Объективное Его Положение Предприятие Уходит Из Верховном Совете Нет Это Исполнительный Орган Но Он Не Входит В состав Совета Министров Ничего Странного В этом Нет То Ле Самое По Комитету Безопасности То Ле Самое По Комитету По Охране Окружающей Среды Во Всех Этих Случаях Есть Все Обоснования Есть Мировая Практика Когда Подобные Органы Остаются Самостоятельными Исполнительными Структурами Комитет По Внешне Экономическим Связям Входит В состав Совета Министров Я к сведению Говорю Здесь Другой Другой Вариант Я Лично Был Сторонником Того Чтобы Таможенная Система Тоже Не Входила В состав Совета Министров Потому Что Ну Понимаете Ну Вот Что Такое Таможня Вот Есть Определенные Правила Определенный Закон Чем Может Помочь Савет Министров В чем Суть Но Неважно В этом Пусть Входит Ко-со-конечно Но Есть Ключевые Вещи Или Тоже Самая Налоговая Система Я Вам Скажу Я Делал Запрос Такой По Налогу На Добавленную Стоимость И За Два Месяца У нас Собрано По всей Республике Налога На Добавленную Стоимость В размере Двух Миллионов Двух Миллионов Рублей При Том Что Должны Были Собрать Сумму Порядка 60 Миллионов Вот Вам Эффективность Работы Налоговой Службы В составе Совета Министров Нет И Никогда Этой Эффективной Работы Не Получится Потому Что Налоговый Инспектор Должен Получать Свою Зарплату Как Процент От Его Реального Результата Он Выявил Недоплату И Свой Процент Получает Пусть У него Будет Зарплата 10 20 30 Тысяч Пусть Будет Ничего Страшного В этом Нет Но Он Должен Знать Что Как Толк Он Взял Взятку Или Что Либо Подобного Он Тут Вылетает С Работы На Него Кодекс Законного Трудия Не Должен Распространяться Если Мы Хотим Делать Что То Новое И Что То Хорошее Мы Должны Делать Как Шаги Если Наши Коллеги Рожатся В цивилизованном Мире Идет Разделение Властей Законодательное Исполнительное И судебное И к этому Мы должны Если Мы Хочем Построить Нормальное Демократическое Цивилизованное Общество Именно В этом Наталье Надо Обороть А не Наоборот То Создать Водных Руках Всю Власть И Законодательную И И Исполнительную И Чуть Не Еще Судебную В общем Мы Идем К Президентской Власти Газета Сночуаз Мой вопрос Обращен К Абхазской Депутации Скажите Пожалуйста Насколько Достоверны Разговоры О запугивании Членов Правительства Республики Абхазия Грузинской Национальности Да Я могу Ответить На этот вопрос Да Действительно Вот Сегодня Много Говорилось О том Что Членов Правительства Новый состав Правительства Министра Представителей Госкомитетов Мы Дескать Избираем Незаконным путем Нарушая Конституцию И прочее Об этом Еще можно было бы Подискутировать Но А что касается Насколько Вообще Законны Те требования Которые Предъявляют Новоизбранным Членам Правительства Об этом Тоже Стоило бы Поговорить Потому что В последние дни До нас Стали доходить Очень тревожные Сигналы О том Что членов Правительства Грузинской Национальности Избранных Недавно Парламентом Нашим Стали запугивать Шантажировать И требование Неподчинение Неподчинение Законным Органам Власти Абхазии Но мы Хотели бы Предостеречь Людей Причастных К этим Неблаговидным Действиям Что вся Ответственность За возможные Последствия Ляжет Целиком И полностью На них Самих Причем Фамилии Этих людей Нам тоже Известны Известны Номера Машин На которых Они подъезжают И Как говорится Заставляют Подписывать Какие-то Ультимативные Письма Документы Факты Имеются И безнаказанными Они Не должны Остаться Слава У нас Известны Факты Мы конечно Отноши Сынового Доброва Тем более Шантажа И Мы удивлены Что Знаете Только вы Об этом А мы ничего Не сдали Надеемся Наверное Те общества Которые Мы говорим К сведению Должен нам Займить Что Первый Заместитель Председателя Верховного Солета Томаза Надарий Ищули Ночек Был обстрел Из автомата И это уже Не первое Уже Второе Случай Когда Будется Открытый Огон Просто Выбыл Адрес Я думаю Можешь Вопросы К прокуратуре На республике Чем Ага Бажовка Республика Абхазия У меня вопрос Председателям Круглого Стола Депутата Как Вы Считаете Вы здесь Говорили о том Что По поводу Введения Диалога Руководства Абхазии Грузии В то же время Говорите О непризнании Госсовета Сегодня Круглым Столом Лично Вы участвовали В этом диалоге Или нет От имени Абхазии В диалоге С госсоветом Грузии Или Вы В качестве Считаете Что это Возможно С Вашей Стороны И второй вопрос Вы здесь Так же Говорили Или нельзя Пойдем Плохо Слышно Плохо Слышно Вопросы Вопросы Шумовые Эффекты Недавно Как Вы Знаете Приезжала Эта делегация Госсовета И Я Встречался С этой Делегацией Были Две встречи Вот как раз Первый день Когда они В день приезда Они сюда Не смогли Прийти А Проводили Встречу С представителями Общественности Там С одной партии С другой С третьей А потом В конце С депутатами И вот Как раз На этой встрече Вот некоторые Здесь Коллеги мои Там присутствовали Мы им там Высказали Своё отношение Вот к этому Государственному Совету Очень четко И ясно Было сказано Но я повторяю То что Уже Было Мною здесь Сказано Что вот Людей Особенно Вот Председателя И лица Которые Его сопровождали Это для меня Не столько Члены Госсовета Сколько Они Специалисты Крупные Специалисты И Общаться С ними Консультироваться Там И так далее И работать Вместе с ними Я считаю Что это Можно и Нужно Даже Обязательно Так что Я принимал Участие Вот в тех Переговорах Которые Проводились Принимал Участие И Вот в таких Переговорах Наверное и дальше Я буду участвовать И это не имеет Отношение Значит Законности Или незаконности Вот этой власти Ну Хотя Я конечно Хочу с вами Частично Согласиться Вот Значит Отсутствие Легитимной Власти Это как раз Одна из Главных Причин Одна из Одна из Главных Причин Значит Тех Проблем Которые мы Имеем Если была Законная Власть Наверное мы Далеко Продвинулись бы Вперед Возможно Не было бы Вот столько Проблем Сколько Мы сегодня Имеем У меня Большая просьба И корреспондент У меня Все Причастны Так сказать Средством Массовой Информации Не надо Знать Спекулировать Вообще Той Трагедии Той Ситуация Которая Сложилась Грузии Противопоставлять Знаете Госсовет Не Госсовет Круглый стол Не круглый стол Я Очень Даш А это Явно Прогляживается Как-нибудь Усугубить Противостояние У нас Среди Грузинской Мы работаем Уже Больше Часа Поэтому Давайте Мы как-то Последние Пять Вопросов Да Я дам Слово Просто У меня Просьба Журналистам Задавать Вопросы Которые Требуют Короткого Ответа Пожалуйста Как раз У меня Наверное Такой Вопрос К депутату Месхе Депутату Барганджи Что Делается Для того Чтобы Нормализовать Личные Служебные Отношения Владислава Григорьевич И Томаза Владимирович Известен Тот Эпизод Который Имел Место Третьего Апреля И все Таки Это Этот Момент Наверное Отразился В какой-то Степени На работе Парламента И вообще На состоянии Общества Первые Два Лица В Верховном Совете Многие Сидящие В зале Знают Да И Общественно Знают Что Был Нелицеприятный Инцидент Причем Прямо На сессии Вот И После Этого Эти Два Лица Еще Не встречались По делу Не так По следам Буквально Этого События Наша Сторона Если будем Так Говорить Вот Взяла Инициативу И я Имел Поручение Грузинской Фракции Диалог С Лисамом Григорьевич И так Далее По Этим Многим Другим вопросам И Мы Пришли К определенным Итогам И Это Было И Результатом Всего Это Явилась Наша Куварная Встреча Части Депутата Одной И другой Стороны Правда Без Без Самого Надаричвили Ну Те моменты Которые Значит Касались Этики Так Определенно Часто Мы Страдаем Депутаты Часто Иногда Забываем Что На нас Смотрит Народ Смотрит Обшествую И так Далее И вот Иногда Нарушаем Депутатскую Этику Хотите Это Не только Конкретный Случай Часто Это Бывает Мы От этого Должны Уходить Ничего Страшного Вообще Так Говоря Не Произошло Если Говорить О Каких То Личностях Взаимоотношения Никакой Катастрофы Я В этом Не Вижу Другое Дело Что За Этим Стоит Различие В позициях И Какая Тот Момент Была Ситуация Если Вы Помните Когда Произошел Этот Конфликт Это Было Как Раз В Той Ситуации Когда Войска Госсовета Стояли Около Ингури Я Не Могу Утверждать Точно Но Там Были В этот Повет Много Переговоров Насколько Я Понимаю Зам Председателя Верховного Нас Это Надарешвили Стоял Завод Войск Тогда Суда И На Этой Почве Произошел Этот Конфликт Хотя Я Не Берусь Утверждать Что Я Сам Это Слышал Но Я Знаю Что Приблизительно Так Обстояло Дело И На Этой Почве Состоялся Очень Сложный Разговор С Сигуа И И Так Далее И Тому Подобно Поэтому Здесь Вот Именно Этим Объяснялось Позиции По Отношению Водовой За Всеми Этими Личными Перепалками Но Я Думаю Что Главное Здесь В этом Состоять Нельзя Личные Взаимоотношения Переводить На Отношения Депутатских Фракций А то Получается Это Крайняя Мера Как Уход Там С Парламент Это Совершенно Крайняя Мера Она Девальвируется В результате Таких Действий Личные Служебные Да Вы Не Уверен Не Докация Вашего Сказанного Надо Воздерживаться Тем Более Речь идет о Человек Который Сидит Сегодня В зале Рядом С нами Я Представлю Лоргий Паницы В январе Некоторые Депутаты В январе Депутаты Прозывали К защите Конституционной Власти Конституционной Власти В Грузии На сегодняшние Дни Некоторые 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 Кардинально Поменяли Свою Позицию Чем Можете Мотивировать Такую Перемену Можно Можно Ли Некоторым Мужчинам Говорить О Мужестве И Справедливости Если Из стойких Сторонников Господина Звяда Гамсахурдия Можно Назвать Только В парламенте Женщину Например Нагарни Чем Это Вызвано Я не знаю Таких Личностей Которые Выступали С Одними Заявлениями Сейчас Рыск Опоминали Свою Позицию Тогда Этот Вопрос Можете Им Задать Если Вы Таких Знаете Здесь Таких Нет Таких Я Среди Нас Не знаю Нет Извини Пожалуйста Тужба Газета Псана На Предыдущей Пресс Конференции Господин Гамахария Прочел Нам Историю Абхазии В новом свете Я Хотел Безадат Вопрос Вопрос Хотел Безадат Товарищу Лакоба Вот Господин Гамахария Говоря Об истории Древнейшей Абхазии Он Сказал Что В Абхазии Вопрос 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 Что В Абхазии В древности Населялись Ваны А это Мощный народ Был Который Мог Выставить Двух Двухсот Тысячную Армию Он Ссылается На Страбона Если я не ошибаюсь И И Говорит Что Где говорится Что Над Диаскурием Господствовали Суаны Вот У меня Вопрос Такой Действительно Суаны Являю 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 Это Преподносит Вообще Советским Периодом Являю 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 Два племени Древне Античных Племени Древнеабхазских Племени Которые В общем-то И составили Ядро Абхазской Народности Абхазского Народа Это остается Фактом Насколько Тождественны Суаны Страбона И Сваны Тоже Разные точки Зрения Насколько Мне Известно Разные точки Зрения Одни Сравнивают Суанов С Анигами Позднее Другие Со Сванами Так что Здесь Очень Это Спорный Вопрос И мне кажется Что Ну практически Невозможно На сегодняшний день Ответить Кто такие Были Скажем Суаны Понимаете Я считаю Что вот Самый главный Вопрос Наверное Состоит В том Что мы Не можем В данном Случае Вторгаться В другие Области Так же Как Например Мне кажется Нейрохирург Месхиа Наполеон Не пошел Бы Там Скажи Не занялся Бы Детской Там Детскими Какими-то Болезнями Потому что Это очень Ответственно Я не возьму На себя Смелость Говорить Об этом Я лишь Хочу Подчеркнуть О том Что есть Общепринятые Теории Гипотезы Которые Говорят О том Что территорию Абхазии С древнейших Времен Населяли Абхазы Что здесь Был По сути Дело Один Аборигенный Народ Вот Об этом Можно Говорить На протяжении Последних Двух Тысяч Другое Дело Что в Разные Периоды Менялись Политические Границы И политические Не совпадали С этническими Границами Это тоже Факт В средние Века Шли Феодальные Воины Границы Перемещались Вот Границы Скажем Мегрельского Княжества Они Перемещались В этом Направлении А до Этого Границы Абхазского Царства Перемещались Совершенно В другом Направлении Восточном И границы Эти доходили До территории Современного Эрити Это политические Границы Но никто Не говорит Что территория Грузии Или где Сидел на месте Абхазских Царей Картли Что эта территория Была населена Абхазами Никто Не говорит Там тоже Был федеративный Принцип Деления Такой же Как и сейчас Так же Как никто Не может Сказать Если Грузия Была в составе СССР Что значит Грузии Проживали Только русские Допустим Это примерно Такой принцип Понимаете Здесь Разные плоскости Разные вопросы Этнические Принципы Политические Где проходили Какие границы Одно с другим Нельзя путать Очень часто путают И очень часто Не историки Они вторгаются В область истории Потому что всем кажется Что это очень легко И просто Рассуждать Где что И как бы Вот по всем Вопросам По вопросам Медицины Там Медицины Скульптуры Генетики Почему-то Никто Не пытается Излагать свою точку Зря Когда вопросов Истории Касается Все себя считают Специалистами Это такая же Сложная наука И экономики Да Экономики Тем более Я согласен С коллегой Наверное Эти вопросы Надо Специалистами Есть огромные труды Большое количество Огромных авторов Где-то Можно познакомиться И правильно Заметил Мой коллега Что Надо Читать Специалистов Вы понимаете Когда мы говорим И от не Этнических Границах И от Друга Именно Специалистов Они Разных Знаете Там Вот Есть Допустим Архилолог Который Начинает Писать о Легионистике И наоборот И очень важный Один вопрос Который Очень часто Поднимается Может ли На одной территории В одном государстве Двух абориген Может быть Четыре аборигена В одном государстве Так что Этот вопрос Не должен стоять Я прошу Прошу минутку Внимание Да Я на секунду Вот в связи с этим Я вспомнил Знаете Один такой Казус был Редактор Газеты Сахалху Ганатлеба Это известная Газета Народное Образование Вот в 89 90 Годах Вы все помните Какие были Публикации Вот в этой Именно в этом Издании Сейчас Редактор Редактор той Газеты Аполлон Силагадзе Возглавил Газету Свободная Грузия И вот между Прочем Тот же Курс Продолжается Опять Та же Истерия Вот таких Публикаций Материалов И я вот Хочу ответить На то Замечание Которое Здесь сказал Депутат Лорд Кипанидзе Кстати В одной Из публикаций Он коснулся Вопроса Двуаборигенности И там Где речь Шла О Южной Осетии Южной Осетины Говорили Что в Южной Осетии Два Аборигена Грузины Он сказал Что этого Просто Не было И неизвестна История Двуаборигенности Всегда На одной Какой-то Территория Один Абориген В Осетии Аборигены Грузины Понимаете Теперь Но на территории Абхазии Оказывается Два Аборигена Это тоже Государство Очень территория И какая-то Территория Может Мещать Несколько Абориген Это я думаю Каждому Нормальному Человеку Даже не специалисту Ясно Нет Речь идет о другом Абхазия Как государство Абхазия Как страна Абхазия Как государство Стало государством Между прочим Где-то Восьмом веке Государственным Образованием Официальным А до этого Был период Довольно большой На протяжении Тысячелетий Во всяком случае С первого До восьмого веков Ясно Что здесь Проживали Абазгия И Абсилы Был Догосударственный Период Еще Мы Нужно Выступить Совместно Посадить Специалисты С вами разъяснят этот вопрос Слава Богу Есть Источники Там Не абхазские Не грузинские Они и границы Которые И этнические границы И государственные Указываются Совершенно четко Так же Проблемы Да Я просто хотел сказать Что Нет Один такой вопрос Мученичество Абод Белели Кстати говоря Грузинская летопись Летопись Восьмого века Где прямо Говорится Об Абхазии Как о царстве Что это То есть Об Абхазии Как о стране Вот дословный перевод Что Абхазия Как страна Это где-то Восьмой век Знаете Я Я очень Извиняюсь Буквально У меня предложение Просто Вот этот Разговор Значит Если мы продолжим Его Он очень долго Будет длиться И на самом деле Прав Станислав Что несколько Пресс-конференций На это не хватит Но Я думаю Что уже Созрело Вот то время Когда можно Значит Посадить Там одного Или двоих Грузинских Там Ученых Абхазских И может быть Сначала Даже не по телевидению А Какую-то даже Конференцию Посадить Куда посадить А потом Можно и по телевизору Выступить И сообщить Результаты Вот этой конференции Потому что Сейчас Вот что сказал Станислав Я могу Столько же Сказать И потом Он еще Больше Скажет И так далее Так что Знаете Это уже Сколько уже Давно Этот спор идет И никак Не могут Прийти К общему Выводу А Сегодня На пресс-конференции Вряд ли Мы придем К этому Поэтому Батоныч Мало С госсоветом Этот вопрос Не надо Согласен И другим Кандидатам Кандидатуру Ламинации Значит Неправ Неправы В том числе Председатель Верховного Совета Который Говорит Что грузинская Депутация Никак не могла Определиться С кандидатурой Это неправда Он специально Создавал Видимость Как будто Мы Никак не можем Определиться Для того Чтобы потом Делать то Что он Еще давно В августе Или еще Раньше Уже Решил У нас Было С января Месяца Была Одна Кандидатура До последнего Дня Но когда Нам было Сказано Уже Окончательно Раньше Нам Определенно Не говорили Поддержим Не поддержим Но уже Через 4 месяца Мы уже Выставляли Все время Одну Кандидатуру Когда нам Сказали Что мы Не гарантируем Что он Будет Избран Отказались Прямо Сказать Да Вот именно Так было Тогда мы Вынуждены Были Мы даже Не собирались Снимать Но Уважаемый Наполеон Сказал Что он В таком Случае Не будет Баллотироваться Потому что Поведение Грузинской Депутации При выборе Председателя Верховного Совета Было Совершенно Другим Хотя Я хочу Сказать Что у Нас Отношение Было Неоднозначное К этому Мне Например Лично Свои Избиратели Говорили Что Ни в коем Случа За него Не голосовать Если он Будет Назван На этом Посту Но Тем не менее Я нарушил Наказ Избирателей И голосовал Потому что Так Нужно Было Абхазской Депутации Абхазской Части И нам Было Сказано На первых Встречах Согласительной Комиссии Что они Точно Так же Поступят В отношении Нашей Кандидатуры Когда мы Его Выставим Но Сами Знаете Что Получилось Так Что Мы Проводили Голосование В депутации Мы Не так Просто Определяли У нас Было 6 Кандидатур 6 Кандидатур Провели В депутации Голосование Причем Тайное Голосование Провели Значит В первом же Туре Так сказать Прошла Кандидатура Наполеона Месхе Но когда Уже Сняли Эту Кандидатуру Он Сам Снял Фактически Потому что Не гарантировали Нам избрание Тогда Стал Вопрос Ну Следующей Кандидатуры А следующей Как раз Был там Не ламинация А совсем Другой человек Которого Мы Предложили Но нам сказали Что она Неприемлема И тем более Не пройдет А вот Третьим В списке Шла Кандидатура Значит Господина Ламинация Господин Ламинация Сначала Отказывался И он Говорил Что он Не горит Таким Желанием Но Это тоже Общественность Очень хорошо Известно Что Его кандидатура Была Рекомендована Тем же Государственным Советом Во всяком Случа Господин Уарзинба Позвонил Йосельяне И вот Предложил Эту кандидатуру Такое Было Но Я хочу Сказать Он Был У нас Третьем В списке И мы Тоже Его Выдвигали Третьим Потому Что Как раз Кто Как Получил Голоса Сначала Месхи А потом Зурба Я Прямо Назовем Чего Никакого Секрета Здесь Нет А вот Третьим Шел Ламинация Он Когда Ему Была Предложена Значит Он То Отказывался Но Не Отказывался Но Когда Госсовет Там Из Госсовета Позвонили Ардзинба Что Вот Они Рекомендуют Именно Его Он Согласился В принципе Правда Не сразу Вопрос Уже Не ко мне Но Это Было Именно Так Значит Его Кандидатура Была Выставлена Не Потому Что Обязательно Оттуда Рекомендовали Он Был И В нашем Списке И Шел Третьим Так Сказать Но Сейчас Вот Это Истина Я не знаю Как Так Легко Вы Могли Подумать О том Что Абхазская Депутация Которая Еще В тот День Помните Когда Обсуждался Заслушивался Отчет Ламинации Как Исполняющий Обязанности Министра Мы его Заслушивали Мы Тогда Вынесли Решение Подумать О Селесообразности Его Оставления В этой Должности Должности Министра Неужели Вы Могли Подумать О том Что Легко Парламент Так Легко Можно Уговорить И Заставить Выдвинуть Контуру Человека Которому Мы Не Рекомендовали На пост Министра Внутренних Дел На пост Председателя Совета Министров Я думаю Что Вот этот Вопрос Нужно Адресовать Председателю Верховного Совета Который Гарантировал Нашей Депутации Значит Да Вот Это Было бы Лучше Так Кроме Того Мы Об этом Уже На пресс-конференции Даже на самой сессии Говорили Насколько Принципиальным Было обсуждение Вопроса Вот Ламинация На той сессии Трехдневной Когда его разбирали Тоже об этом Мы говорили Сейчас повторять По-моему Нет смысла Знаете Я взял микрофон И я прошу прощения Что Отвлекаю Ваше внимание Я хочу Только Об одной Вещи Сказать Суть Проблемы Вся Состоит В том Пресловутом Соглашении От 5 Января О соглашении Я Прошу Меня не комментировать Вы раз Пять Меня уже Комментируете Я молчу Но давайте Дайте мне сказать Я пожалуйста После меня По поводу Моих речей Не надо Больше говорить Значит Пресловутое Соглашение От 5 Января Почему Оно пресловутое Потому что Группа депутатов И с Абхазской И с грузинской Стороны Взяла на себя Ответственность И полномочия Которые они Не имели И никто Им не давал В этой группе Состояли еще Прокурор Будущий Джергения И отставной Министр Ламинации Которые тоже Почему-то Участвовали В подписании Этого документа Этот документ Лично для меня Вспыл только на сессии Через 5 месяцев После того Как он был подписан И для Очень-очень Многих депутатов Я категорически Возражаю Против подобных Я не имею ввиду Здесь ни абхазцев Ни грузин Я должен сказать Что это Замечание Относится И лично К председателю Верховного Совета Если хотите Что он не должен был Тоже подобные вещи Допускать Как это так Какая-то часть депутатов Берет Подписывает Какие-то обязательства А остальные Должны Просто проголосовать Что ли Никаких записей В Конституции По этому поводу Нет у меня Вот она на руках Здесь не сказано Что должен быть Такой председатель Совета министров Которого назовет Грудинская депутация Нету такого Что именно она Выдвигает И так далее Это вот Не имеющее Никакого Обоснования Юридической силы Вот это вот Самое соглашение От 5 января Теперь Как оно появилось И в чем опасность Подобного рода Штучек Это понимаете Старый стиль Старый стиль У нас так было В 89 году Когда кто-то Тайком Принял Подписал Какие-то бумаги Это чрезвычайно Опасные вещи Когда какая-то Часть депутатов Видимо считают Что они относятся К какой-то касте И какие-то еще люди Со стороны Которые не являются Депутатами Тоже принимают На себя решение Заменяя собой парламент Мы говорили Что согласительная комиссия Вещь хорошая Но она должна Действовать строго В рамках полномочий Которые им даются И не заменять собой парламент А то получается так Согласительная комиссия Договорилась И все остальные Должны либо проголосовать Либо попасть в положение Что вот они такие плохие Все разрушают Тут с таким трудом Возник там договор Компромисс и так далее Они должны были довести То что они там договорились До сведения всех депутатов И только тогда Принимать какие-то решения В этом По большому счету Главная проблема Если мы таким путем Пойдем дальше Мы постоянно будем Закладывать мины Этого нельзя делать Ни при каких обстоятельствах И вторая вещь Почему-то грузинские депутаты Думать что там кто-то Среди абхазцев 5-6 человек Могут что-то решить И вопрос решен Так получилось Наверное с ламинацией Возможно кто-то там Что-то ему и обещал Я не исключаю этого Но я должен сказать Еще одну такую вещь Понимаете Вот это вот Что ли такое Объединяющее начало Есть разные депутатские группы И разные принципы управления Как что ты чуть-чуть отклонился Тебя значит могут назвать Врагом народа Таким-сяким Ты не тот И так далее Я хочу попросить Кого-нибудь назвать Меня врагом абхазского народа Или грузинского Я с ним поговорю Тогда индивидуально Но к сожалению Понимаете Вот есть такое Никуда не денешься Вот такая нетерпимость К инакомыслию И к сожалению Да дорогие друзья В большей степени В грузинской депутации И в большей степени Подчинение единой воле И нет индивидуального подхода Каждого выражения своего мнения К сожалению это так И поэтому у нас получается Что раз там 5 человек решили Там 5 человек решили Вроде бы считается Что все нормально Все должно пройти А с какой стати Из-за того что там Кто-то договорился Должен пройти ламинацию Лично для меня Проблема ламинации Сводится к следующему С самого начала Что это человек Который был насильно Навязан на Абхазии С самого начала В 89 году И он персонифицирует собой Бесправие Абхазии Не как личность Не как человек Вот он ламинация А тот тип и способ С помощью которого Он был здесь назначен И никогда он не являлся Де юре министром здесь Он всегда был Исполняющим обязанности Не более того По приказу Вот сейчас он и говорит У меня Он прав У него действительно Нет приказа Из Тбилиси Ему говорят Сиди там И не уходи Ему приказывают Он выполняет приказ Для меня в этом Нет никакого сомнения Но он символизирует С собой Именно бесправие Абхазии И поэтому Какими бы там личными качествами Или званиями Или званиями И так далее Он не обладал Он уже только поэтому Не пригоден К этой работе В настоящих условиях Потому что сегодня Ситуация изменилась И не надо путать Интересы грузинского народа С интересами чиновников Которые сидят в Тбилиси И хотят управлять Абхазией Это совершенно разные вещи Я хочу Вы меня извините С многими положениями Высказанием Уважаемый Дауров Я может и согласился бы Если не одно обстоятельство Мы бы Если не было бы Этой согласительной комиссии То не был бы и закон Который Выбор Которые Которые прошли выборы В соответствии Которые прошли выборы И вот тот парламент Который Договорной Если можно сказать Который у нас есть Как раз эти люди Может быть не все С одной и с другой стороны Принимали участие Когда нарабатывали Вот этот вот закон И дальше работа Проложалась Между ними Пока еще Парламент не приступил к работе Я более Должен сказать Больше того Что если бы Не было вот этой Вот с одной стороны Такой команды Будем так назвать И с другой То и сессия Которая прошла В те сроки Могли бы и не пройти И выборы Председателя Верховного Совета Могли бы Не состояться Во всяком случае Так как они прошли Стало быть Стало быть Это согласен Комиссия Она была Необходимостью Она была Навеяна Именно Необходимостью Вот всего этого И она В числе Других вопросов Как и Первых лиц В Верховном Совете Так и В Совете Министру Она Обговаривала И прорабатывала Теперь Я должен Больше Сказать Что даже В начале Было так Что Наверное Я Был включен Из депутатов Первым Но после Всех тех лиц Которые вам Известны С одной С другой Стороны И было так Что на первой Сессии Должны Были Быть Избраны В пакете В одной Бюллетене Председателя Верховного Совета И председателя Совета Министров И он Был нарушен Это Но С тем Чтобы Было записано Вот как раз Не на этой Сессии Не произошло С тем Чтобы На очередной Сессии А то То есть Это одна Заседание Имеется ввиду Вот Должны Бы Стать Вопрос Выборы Выборы Председателя Совета Министров Так что Полномочия Как с одной Стороны Депутатской Фракции Так с другой Надо полагать Имели Потому что В этом Один только Перечень лиц Настолько Солидный Авторитетный В нашем Депутатстве Вот так Огульно Мой дорогой Даур Говорит Что вот так Значит Персифицировать И говорит Что Персоналы В одном Каком-то Человеке И что Мы Значит Вот По своей Как-то Договорились Там Два-три Человека С одной С другой Стороны И вынесли На ваше Обсуждение Как чью-то Кандидатуру Так это Не происходило И этой же Функции Потом Продолжала Уже И назначенная Согласительная Комиссия По всем Спорным Вопросам Поэтому Здесь я Криминала Не вижу Ну вопрос Я специально Ухожу От разговора Насчет Вокруг Ламинации По тому Время затягивается Я не хочу Вот в том Плане Во-первых Я с вами Не согласен Представлять Персону Ламинации В каком Сегодня С ваших Уст Прозвучало Это Наверное Бы Не нужно Было Это Сегодня Делать Пожалуйста 27 числа Требования Грузинской Депутации Я имею ввиду Отставки Правительства Абхазии Не будут удовлетворены Что вы предпримите Все так же Не будете ходить На сессию Или что-то Предпримите Еще Чайный Экспресс Хроник Кому вопрос Вопрос Кому Я Да Кому Сказал Так Если требования Которые Там не будут Которые там Изложены Вот в этом Заявлении Ну Тогда Конечно Наша депутация Уже будет Наверное Решать Что делать И как Делать Что касается Посещения Сессии Это я уже Однозначно Могу сказать Что этого Не будет Потому что Если не будут Устранены Причины Которые Нас Вынудили Покинуть Заседание Именно Заседание А не Верховный Совет То Возвращаться Значит Без Ликвидации Если так Можно сказать Вот этих Причин Просто Напросто Нет смысла Но Тем не менее Мы работу Продолжим И Встречаться Будем С абхазской Стороной Какие-то Консультации Вести С избирателями Встречаться Будем И защищать Их интересы Будем Обязательно Но В какой форме Каким способом Посмотрим Ну И вот Как раз Был вопрос С самого начала Вот Что Руслан Спрашивал Что Делается Я хочу Сказать Что Ничего Не Делается И Создается Печатление Что Председатель Верховного Совета Абсолютно Этим Не Беспокоится Эва Это Не Волнует Там Придут Не Придут Все равно Он Значит Что Не Запрещено Значит Будет Делать И Думая Что Так Он Построит Новую Абхазию А Абхазию Делать Дальше Так Вы Понимаете Вот Все Все Вопросы Надо Решать Бескровно Вот В продолжении Той Постулаты Которые Когда Я Высказывал Здесь На Пресс-конференции Все В любом Вопросе Надо Манипулировать А травматично И бескровно Должно Идти Решение Всех Вопросов Вот Тогда У нас Появится Предпоседка Для Сотрудничества Взаимопонимания И тогда И продвижение Будет Период И дела Пойдут Получше Не Знаем Может Я кого-то Возможно Вы Печати Но Как Мне представляется У нас К сожалению Есть Два Парламента Пусть Никто Не Обижается Может Я Не Прав Я С Довольствием Отброшу Это Дело Я Хочу Спросить У Девятого Куба Удовлетворен Лен Работой Абхазской Депутации Или Как Правильно Сказать Даже Не Знаю Здесь Вопрос Русского Языка Фракции Тоже Неправильно Вот Я Хотел Так Это На самом деле Очень сложный вопрос Об удовлетворении Конечно Я Не Могу Говорить Потому Что Удовлетворение Как Такового Нет И Может Быть Даже Совершенно По Иным По Другим Причинам Я Их Не Буду Называть Нежели Это Не Устраивать Скажем Грузинскую Часть Или Какую То Другую Но Дело В Том Что Сама Обстановка Сейчас Настолько Сложная И Мы Настолько Зависим От Обстановки Что Мы Практически Находимся В почти Таком Безвыходном Положении Из одного Тупика Попадаем В другой А что Разве Простая Ситуация Вообще Вокруг Разве Простая Ситуация В Грузии Разве Простая Ситуация В бывшем СССР Или Можно Взять Гораздо Шире Я думаю Везде Одни И те Же Проблемы Одни И те Же Проблемы И Потому Мы В таком Заколдованном Я не могу Сказать Что Я Удовлетворен Работой Парламента Очень Можно Сказать Что Я Неудовлетворен Во многом Неудовлетворен Но Мое Мнение Таково Что Не все Зависит Именно От Абхазской Части Депутации И Другой Части Депутации Которые Предпринимали Шаги К тому Чтобы Все же Навести Какие Там Мосты И так Далее Но По многим Вопросам Я считаю Поведение Было Конечно Где-то Если так Чисто Говорить С точки Зрения Абхазской Для Абхазского Населения Оно было Оскорбительным По вопросам О гербе О флаге По вопросу Переименования Республики И так далее Это основные Вопросы Которые Можно было На самом деле Решить Безболезненно Тем более Что все это Произойдет Понимаете Вот здесь Даур Правильно Сказал Что будет Если Аджария Откажется Может Отказаться На самом деле Не только От названия Советской Не только От названия Республикой Республика Но вообще Может стать Вилоетом Извините меня Такое тоже возможно Сейчас все Меняется Сейчас время 17-21 год Меняются Границы Меняются Отношения Внутри Отдельных Стран Отдельные Некоторые Страны Рушатся Посмотрите Что происходит В Азербайджане Что происходит В Нахичеване Обратите Внимание На роль Турции На роль России В последние Дни Очень много Это Видимо Раскрывает Скобок А В любых Во всех Парламентах По сути дела Парламентах Этих стран Везде Происходят Какие-то Сложности Очень серьезные Сопровождающиеся Кровопролитием Но Мое мнение Таково Что мы Выйдем Из этой Ситуации Если у нас Не произойдет Нечто такое Что произошло Уже в Грузии Что произошло В Азербайджане Что происходит В Армении Вот если мы Выйдем Из этой Ситуации Я считаю Работа Нашего парламента И как грузинская Так и абхазская Части Она будет Оправдана То есть Давайте будем Избегать Вообще этих слов Что касается Кровопролития И другого Не надо Это все же Не парламентские Выражения Чтобы здесь Даже как-то Намекать На это Нет Я вообще Говорю о том Что надо Все же Избегать Говорить О каких-то Других Парламентских Методах И мне кажется Что можно Найти Общий язык По очень Многим вопросам Потому что Если здесь Заварится Я единственное Что хочу сказать Если в Абхазии Заварится Кашей Кашей То эта каша Не будет Кашей И проблемой Только грузинской Я уверен Что будут Вмешиваться Другие страны Соседние страны Соседние государства И это может Стать Той каплей Которая Вообще Переполнит Все Это очевидно Совершенно Очевидно Пожалуйста Уважаемый Уважаемый Старислав До сих пор Не было Здесь Ничего Даже Намека На то Что Что может Произойти И так далее И там Какая-то Конфронтация Мы даже Вообще Мы депутаты Будем Даже Борос Поднимать И вопрос О том Что если Не дай бог Наша Трагедия Повторится То Что это Может Перерасти В оригинальные События Что это Может Там Вопрос И так В такой Плоскости Даже Рассматривать И произносить Слух И думать Вынашивать Это Наверное Нам с вами Не стоит Мы с вами Должны Делать Все Для того Чтобы Этого Не произошло И как раз Мы должны Быть готовы К тому Что Может Кто-то Еще Такие Моменты Может У нас Провоцировать Здесь И одна И другая Сторон Должны Мы думать Об этом Чтобы Это Не произошло А теперь Что касается Тех вопросов Насчет Что касается Названия Геральдики Символики И так далее Вы понимаете Я уже говорил Здесь И каждый Из нас Это Прекрасно Понимает Мне Совершенно Не удовлетворяет Название Ни Приемлемо Название Нашей Нашей Республики Понимаете Но Есть Друг Какие обстоятельства Когда Еще Не определили Я знаю Что вы В этом Не виноваты Я имею ввиду Мы Вы должны Говорить Мы Но иногда Пробегаем Вы Мы Понимаете Что допустим Хаска Народ Не виноват Что произошло В Грузии Двилиси Я прекрасно Понимаю Но Как не привести В соответствии Как не Общее Государственное Устройство Как его Не сделать Федеральное Конфедеральное Договорное Как будет Это должно Быть Как-то Для этого Нужно Время Что касается Допустим Герба Флага И так далее Я должен Сказать Так я подошел То есть Микрофон Со мной Рядом Тудорская Товарищи Мы не должны Забывать Если даже Мы название Приняли бы Я например Из депутата Который бы Выступил И был бы Против В том плане Который Преподносится Это Символы Это страна Абхазия Издревле Она христианская И мотивы Христианские И каждый народ Проживающий Здесь И каждый Здесь Который Его Самый Я Терпим С уважением Относусь Ко все реакциям Религиям Но должны Быть Символы Принесли Но Надо Учитывать Вот Историческую Его Принадлежность Люди Которые Проживают Здесь К этой Вопросы Тоже Мы не Разрешили Не говоря Уже Уже Самой Вот Если Мы Придем Консенсус И договоримся В этих Планах Эти вопросы Можно будет Всегда И Рассматривать Из этого Поведим Проблемы Не нужно Создавать Мы Должны К этому Идти Мы Работаем Уже Два Часа Почти